Друзья, сегодня я хочу поговорить с вами о доме. Наш дом, наша крепость, наше всё. То место, где мы становимся сами собой, мы сбрасываем маски, которые нам так надоели, то место, где мы встречаем тех людей, которых мы хотим там видеть. То, чем мы дорожим, где мы успокаиваемся, отдыхаем и набираемся сил для новых свершений. Мы все очень любим наш дом. И если, не дай бог, что-то в нём происходит, что-то выходит из строя, что-то начинает идти не так, мы с вами бросаем максимум сил, средств и времени на устранение этих неприятностей, чтобы нам снова стало в нём максимально комфортно, уютно и хорошо. Но ведь наш дом — это не только пол, стены, потолок, те квадратные метры, которыми мы владеем. Это наш подъезд, наша улица, наш район, наш город, наша страна, наша земля, в конце концов. И мы все здесь живём. Это эмоциональная сторона вопроса. Давайте подкрепим её немножечко фактами, и пусть говорят цифры. Однажды был проведён такой опрос, где задавали вопрос всем респондентам, что, по вашему мнению, значит быть патриотом? Как вы видите, самый популярный ответ — это любить свою страну. Второй по популярности — делать что-либо для блага своей страны. Замечательно. Мы любим свою страну, очень большой такой процент ответов, и мы стараемся для неё что-то делать. Хорошо. Есть ещё один момент и ещё один вопрос. Частенько патриотизм ассоциируется у нас с гордостью. Как вы думаете, чем больше всего гордятся наши с вами сограждане? Есть версии? Истории. Истории. Возможно. На самом деле на первом месте природные богатства России. И наша великая многовековая история на втором. Смотрите, какая картинка. Многие наши сограждане любят свою страну. Многие гордятся её природными богатствами. Идём дальше. Вообще патриотический тренд, как вы видите, он нарастает и продолжает нарастать и далее. Но задавался ещё один интересный вопрос. А может ли человек, который действительно любит свою страну, если он не любит свою природу, считаться патриотом? Большинство респондентов ответили нет. То есть человек, который равнодушен, в природе не может быть патриотом своей страны. Идеальные цифры, идеальная картинка, всё позитивно. Любим страну, гордимся природой. Не может человек, который не любит природу, быть патриотом. Вроде бы идиллия. Но есть ещё одна цифра, которая не так приятна. Её можно не любить, она может раздражать, но игнорировать её не выйдет. Всего один процент наших с вами сограждан помогает Всемирному фонду дикой природы в реализации природоохранных программ в России. Огромный процент людей, любящих Родину, и всего один, который что-то для этого делает. А проблема в чём? Проблема в том, что у нас нет у многих сограждан ассоциативного, чёткого, фиксированного ряда между понятием дом и понятием природа. Для нас природа в лучшем случае это место для пикника, куда мы выезжаем отдыхать, с теми, с кем хотели бы провести время. Но, к сожалению, большинство таких мероприятий заканчивается вот таким образом. В моей работе я часто сталкиваюсь с мнением, что, поглянись вокруг, социальная напряжённость очень высокая, есть дети, старики, есть больные люди. Вы тут со своими зверушками, со своей природой. Не до вас сейчас, бесспорно. Все эти проблемы, они очень важны. И общество обязано и должно помогать нуждающимся. Но давайте подумаем немножечко глубже. Если у тех людей, которым мы помогли, не будет нормального воздуха, чтобы дышать, нормальной пище, чтобы выжить, доступа к нормальной, чистой питьевой воде, то все эти титанические усилия общества, они просто пойдут прахом. Они не приведут ни к какому результату. Уйдут, как вода в сухой песок. Поэтому нужно осознать свою личную ответственность за действие, либо бездействие, которое мы с вами либо делаем, либо не делаем, и понять, что вслед за этим всё равно идёт тот или иной результат. на самом деле изменить вот так сознание общества, это, как говорят экономисты, очень длинная инвестиция. И зачастую, если мы будем в этом направлении работать, на нашем веку мы не увидим результат. Но в моей практике есть небольшой такой эпизодик, когда мне всё-таки удалось понять и заглянуть немножечко вперёд, увидев этот результат. В одной из школ нашего города я проводил открытый урок о деятельности фонда, вообще об экологии, об охране природы. В четвёртом классе буквально, ребятишки. Маленькие, но уже очень любознательные. Закончил урок, иду в парковке, впереди меня, значит, бежит четвероклассник из этого класса, в котором я только что собственное мероприятие провёл. Его встречает отец, парень восторженно начинает ему рассказывать, папа, ты не представляешь, что я сегодня слышал. Вот, и продолжает делиться эмоциями. Мужчина с улыбкой смотрит на сына, он рад, что ребёнок такой одухотворённый, на таком эмоциональном подъёме вышел из школы. И мужчина совершает обыкновенный рядовой поступок, который мы все с вами видим, зачастую даже делаем, он просто бросает окурок у кого-то. Ребёнок останавливает его, дёргает за рукав, говорит, папа, ты что делаешь? Ну, это же нехорошо. Мужчина останавливается, поднимает окурок, доносит его до лук. Ему стыдно стало просто перед собственным сыном. И вот в этот момент понимаешь, что да, то время, те силы, та энергия, которую ты тратишь, и она всё-таки приносит результат, потому что закладывается маленькая-маленькая семечка, которая через какое-то время прорастёт и обязательно даст всходы при таком вот раскладе. нам очень важно понять, что будущее формируется уже сейчас. Оно формируется нами, не какими-то большими господами из кабинетов или топ-менеджерами крупных корпораций. Есть же вещи совершенно очевидные. Вот простой пример. Атмосфера даёт нам воздух, леса очищают эту атмосферу, моря и водоёмы дают нам рыбу, дают нам воду, земля даёт основные продукты, питания, о которых сегодня уже тоже много чего говорилось. Но если мы с вами, господа хорошие, не прекратим потреблять всё это в таком темпе, в котором мы делаем это сейчас, то к 50-му году, 2050-му году, это уже совсем недалеко, на нашем с вами веку, мы можем столкнуться с тем, что около 3 миллиардов людей будут страдать от каких-то природных катаклизмов, засух, наводнений и прочего из-за дисбаланса. Исчезнут самые ценные леса, лёгкие планеты, что тоже изменит атмосферу. Моря и водоёмы просто прекратят нам отдавать рыбу, рыба станет элитным блюдом для очень шикарных, дорогих ресторанов. И земля просто от перепроизводства устанет, и очень большая часть населения начнёт жесточайшую борьбу за выживание и за продукты питания. Есть некоторые элементарные правила, которые нашему с вами комфорту не нанесут особенно никакого ущерба, если мы их будем воплощать в жизнь. Но при этом они помогут много чего сохранить. Элементарные вещи. Не оставляйте зарядное устройство в розетке, когда вы снимаете с него гаджет. Мы все очень любим это делать, нам удобно. Если вы охлаждаете или нагреваете своё помещение, не открывайте окна. Не надо выхолачивать эту энергию вовне. Она всё равно ничего там не поменяет, а только рассеется. Когда чистите зубы, ну закрывайте кран, не тратьте воду даром. Ну и, наверное, если есть вариант не ехать в булочную на такси, наши люди так не делают, то, пожалуй, не надо этого делать. Вы можете сказать, а я не такой, они все такие, а я не такой, как в одной известной песне. Но я вас огорчу, 70% нагрузки на экс-системы, они, это наши с вами домохозяйства. Это я, это вы, это наши с вами соседи, друзья, близкие и знакомые. Поэтому, опять же, осознание личной своей ответственности, оно должно быть. И оно должно быть очень глубоко. На Западе это прививается как воспитанием, так и системой штрафов. У нас пока что такого нет. Если вы обратите внимание на резюме, при найме на работу в какие-то крупные европейские компании, вы обязательно там найдете пунктик, который называется участие в благотворительности или волонтерство. У нас сейчас во многих компаниях тоже появляются такие пункты, но скорее это дань моде, чем на самом деле какой-то параметр, по которому отбирается тот или иной кандидат на должность. Я очень надеюсь на то, что все-таки из просто дань моди этот параметр перерастет в нечто большее. Нет у нас пока этого понимания. Но так было не всегда. Если мы посмотрим с вами немножечко назад в историю, и те люди, которых мы с вами сейчас называем бизнесменами, в то время назывались купцами. Были знаменитые тупеческие традиции. Если человек работал в определенном регионе, он обязательно для этого региона что-то делал. Либо строил больницу, храм, публичную библиотеку, открывали свои имения для прогулок горожан, а то и вовсе передавали эти земли под организацию городских скверов и парков. Если человек этого не делал, его принимали в обществе, мягко говоря, холодновато. Могли просто руки не подать. Сейчас мы с вами видим некий такой тренд на возрождение этих вещей. Вы все прекрасно знаете нашего земляка, который этим отличается, я его называть не буду. Но все-таки до показателей 1910 года Российской империи нам еще очень-очень далеко. Я надеюсь, что мы к ним приблизимся. Когда комитет по презрению Российской империи констатировал, что 75% финансового времени на социальные нужды бралось из частных источников. А нагрузка государства составляла всего лишь 25. Вот это еще одни цифры, которые иллюстрируют тот самый уровень, той самой личной ответственности, о котором я сегодня говорю. Но давайте я вас познакомлю сегодня заново с одним нашим старым общим знакомым, которого вы все очень хорошо знаете, вы с ним общаетесь каждый день, а то и чаще. Вот такой замечательный товарищ. Его полезная жизнь составляет в среднем 20 минут, когда вы что-то несете из магазина домой. Его общая продолжительность жизни по разным данным колеблется от 400 до 500 лет. Эти товарищи переживут нас с вами и не одно поколение. Вот так они замечательно выглядят иногда, напоминают медуз. Популяция этих товарищей составляет порядка 4 триллионов в год оборот. но эти давайте назовем их так существа в год убивают до 1 миллиона птиц, до 100 тысяч крупных морских млекопитающих. Рыба вообще не поддается пересчетам. А вот так выглядят некоторые реки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Просто это сплошной пластик. У нас в стране к сожалению нет методов регуляции оборота этого продукта. в отличие от Запада где все это очень строго регламентируется. На примере Германии производитель отвечает за сбор и утилизацию. Потребитель платит за эту утилизацию. То есть стоимость утилизации включена в расходы стоимость этого товара. надеюсь наше законодательство когда-нибудь поправится ну а пока что что мы можем с вами сделать да вспомнить старое вспомнить так сказать ретро как наши с вами родители ходили с авосечками в магазин замечательная компактная штука сейчас называется эко сумка нанесите любой бринт пожалуйста используйте ее многоразово замечательная вещь стильно удобно комфортно да да знаю многие из вас обладают замечательной такой русской штукой которая называется пакетик с пакетами практически у всех есть мы их используем для того чтобы экономить на пакетах для мусора вроде бы тоже благое дело но я вам скажу что объем пакетов специально выделены для мусора но это максимум 10 процентов от вот этих 4 триллионов в год и если мы будем использовать пакеты для мусора по назначению а остальные использовать не будем то это ну сами можете прикинуть какой это вклад очень большой и весомый секунду позвольте вот еще одна очень интересная штука мы все любим радоваться сами радовать наших детей ну как это здорово на каком-то мероприятии взять закрыть глаза загадать желание и сделать вот так но вот эта красивая картиночка если вы вот этих шариков отпускаете 9 из них заканчивают свой путь вот так в мировом океане в качестве того же пластикового мусора поэтому задумайтесь об этом это ваша ответственность то что вы делаете или то что вы не делаете но это ваша личная ответственность я просто прошу вас любите свой дом в самом широком смысле этого слова старайтесь в случае чего бросить свое время силы и ресурсы на то чтобы исправить эту ситуацию полюбите его позаботьтесь о нем и я вас уверяю он вам ответит комфортом надежностью и долгой долгой жизнью отец 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 отец